Здравствуйте! На библейский портал Экзеет пришел вопрос. Правильно ли я понимаю, что христианство призывает не строить планы на будущее, а просто плыть по течению? Господь сказал, «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольна для каждого дня забота его, для каждого дня своей заботы. В молитве Господней мы просим хлеба на сегодня, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Господь говорит о том, что нам не надо заботиться о том, что нам есть и что нам пить, и во что одеваться. Действительно ли речь идет о том, что вообще надо пустить руки и ничего не делать? Конечно, нет. Речь идет о том, что нужно правильно расставить приоритеты. Ищите прежде всего Царствие Небесного и правды Его, и это все приложится вам. Заканчивается как раз беседа Господа о этими словами, в которой он упоминает и лилий пылевых, и птиц небесных. Заканчивается именно этими словами. Это не значит, что не нужно заботиться. «Нет, кто о своих наипаче, о домашних не печется, тот отрекся от веры хуже язычника», говорит апостол Павел. «Если у тебя есть дети, если у тебя есть семья, я пожелаю маму или отец, как ты скажешь, я не буду работать, потому что завтра появятся деньги для того, чтобы купить для мамы лекарства, или отправить ребенка в школу, купить ему тетрадки, или накормить, в конце концов, ребенка. Это будет как раз предательство твоей любви». Но речь идет о том, что мы не должны уповать, во-первых, на то, что мы накопили, или то, что имеем, потому что в этом уповании всегда есть отказ от надежды на Бога. А во-вторых, мы не должны понимать, что есть главное. И когда мы понимаем, что главное, мы спокойно относимся к тому, что второстепенного чуть больше, чуть меньше, завтра есть, сегодня, может быть, иногда и нету. Но мы к этому относимся спокойно, потому что мы доверяем Богу. Это не вызывает у нас отчаяние, уныние, ропота, озлобление. Вот у преподобного Нила Синайского у него есть вообще удивительная мысль. Он говорит о том, что доверие к Богу и любовь к Богу выражается у человека в том, что он полностью ему доверяет и вообще ни о чем не печется. Говорит, но так мог жить только Адам в раю. Мы после грехопадения так жить не можем. Мы должны это и трудиться, и строить. Говорит, люди, которые уповают на накопленные средства, они не могут уповать на Бога. Это люди далеки от Бога. Но даже люди, которые уповают на свой честный труд, вот это удивительная мысль, они тоже возлагают надежду не на Бога, они тоже удаляются от Него. И трудиться надо, но нельзя даже на то, что я смогу, я сдюжу, я сделаю, даже на это нельзя возлагать чрезмертные надежды. В этом уже есть удаление от Господа. Поэтому вот все распределить правильно. Молиться, просить благословения на каждый труд. За все, что удалось, воздавать хвалу и благодарение Богу. И благодарить за то, что сейчас у тебя есть на столе. Вот сейчас ты поел с своими детьми, воздай Богу хвалу. Этого могло не быть. И трудись дальше, а прежде всего молись. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok